Дядя Стёпа – милиционер. Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа всем знаком. Знают все, что дядя Стёпа был когда-то моряком. Что давно когда-то жил он у заставы Ильича. И что прозвище носил он – дядя Стёпа Каланча. И сейчас средь великанов, тех, что знает вся страна, жив-здоров Степан Степанов, бывший флотский старшина. Он шагает по району, от двора и до двора, и опять на нём погоны с пистолетом кобура. Он с кокарды на фуражке, он в шинели под ремнём, герб страны блестит на пряжке, отразилось солнце в нём. Он идёт из отделения, и какой-то пионер рот раскрыл от изумления. Вот так милиционер. Дядю Стёпу уважают все, от взрослых до ребят. Встретен взглядом провожают и с улыбкой говорят. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Да, такому маловсу форма новая к лесу. Если встанет на посту, все увидят за версту. Возле площади затор. Поломался светофор. Загорелся жёлтый свет, а зелёного всё нет. Сто машин стоят, гудят, с места тронуться хотят. Три, четыре, пять минут им проезда не дают. Тут сотруднику оруда дядя Стёпа говорит. Что, братишка, дело худо? Светофор-то не горит. Из стеклянной круглой будки голос слышится в ответ. Мне Степанов не до шутки. Что мне делать, дай совет. Рассуждать Степан не стал. Светофор рукой достал. В серединку заглянул, что-то где-то подвернул. В то же самое мгновение загорелся нужный свет. Восстановлено движение, никаких заторов нет. Нам ребята рассказали, что Степана с этих пор Малыши в Москве прозвали не маяк, а светофор. Что случилось? На вокзале плачет мальчик лет пяти. Потерял он маму в зале. Как теперь её найти? Все милицию зовут, а она уж тут, как тут. Дядя Стёпа не спеша поднимает малыша. Поднимает над собою, над собой и над толпою Под высокий потолок. Посмотри вокруг, сынок. Слышит мама, голос колен. Мама, мама, вот где я! Дядя Стёпа был доволен. Не распалась и семья. Шёл из школы ученик, всем известный озорник. Он хотел созорничать, но не знал, с чего начать. Шли из школы две подружки. В белых фартуках болтушки. В сумках книжки и тетрадки. А в тетрадках всё в порядке. Вдруг навстречу озорник. В ранце с двойками дневник, нет эмблемы на фуражке И ремень уже без пряжки. Не успели ученицы от него посторониться. Он столкнул их прямо в грязь, над косичками смеясь. Ни за что он их обидел у прохожих на виду. А потом трамвай увидел, прицепился на ходу. На подножку встал ногой, машет в воздухе другой. Он не знал, что дядя Стёпа видит всё издалека. Он не знал, что дядя Стёпа не простит озорника. От дверей универмага дядя Стёпа в тот же миг Сделал три огромных шага через площадь напрямик. На трамвайном повороте снял с подножки сорванца. Отвечайте, где живёте, как фамилия отца. С постовым такого роста спорить запросто непросто. На реке и треск, и гром, ледоход и ледолом. Полоскала по старинке бабка в проруби простынки. Треснул лёд, на река пошла, и бабуся поплыла. Бабка охает и стонет. Ой, бельё моё утонет. Ой, попала я в беду. Ой, спасите, пропаду. Дядя Стёпа на посту. Он дежурит на мосту. Дядя Стёпа сквозь туман Смотрит вдаль, как капитан. Видит льдина, а на льдине Плачет бабка на корзине. Не опишешь, что тут было. Дядя Стёпа, руки вниз, Перегнувшись за перила, Как над пропастью повис. Он успел схватить в охапку Перепуганную бабку. А старуха за корзину. Я бельё своё не кину. Дядя Стёпа спас её И корзину, и бельё. Как натянутый платок, Гладко залитый каток. На трибунах все встают, Конькобежцам старт дают. И они бегут по кругу, А болельщики друг другу говорят. Гляди, гляди, самый длинный впереди, Самый длинный впереди, Номер восемь на груди. Тут один папаша строгий Своего спросил сынка. Вероятно, эти ноги У команды Спартака. В разговор вмешалась мама. Эти ноги у Динамо. Очень жаль, что наш Спартак Не догонит их никак. В это время Объявляют Состязанием конец. Дядю Стёпу поздравляют. Ну, Степанов, молодец. Дядей Стёпою гордится Вся милиция столицы. Стёпа смотрит сверху вниз, Получает первый приз. В детском мире Магазине, где игрушки на витрине, Появился хулиган. Он салазки опрокинул, Из кармана Гвоздик вынул, Протырявил барабан. Продавец ему Платите. Он в ответ Не заплачу. В отделение хотите? Отвечает Да, хочу. Только вдруг у хулигана Сердце ёкнуло в груди. В светлом зеркале Степана Он увидел позади. В отделение хотите? Что вы, что вы, не хочу. Деньги в кассу заплатили. Сколько нужно? Заплачу. Постовой Степан Степанов Был грозой для хулиганов. Как-то утром, в воскресенье, Вышел Стёпа со двора. Стоп! Не с места. Нет спасения. Облепила детвора. На начальство смотрит Витя. От смущения морщит нос. Дядя Стёпа, извините. Что такое? Есть вопрос. Почему, придя с балк флота, Вы в милицию пошли? Неужели вы работу Лучше этой не нашли? Дядя Стёпа Брови хмурит. Левый глаз немного щурит. Говорит. Ну что ж, друзья, На вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, Что в милиции служу, Потому что службу эту Очень важной нахожу. Кто с железном и пистолетом На посту зимой и летом? Наш московский постовой. Это тот же часовой. Ведь не даром сторонится Милицейского поста, И милиции боится Тот, чья совесть нечиста. У ребят второго класса С дядей Стёпой Больше часа Продолжался разговор. И ребята на прощание Прокричали До свидания. До свидания. До свидания, Дядя Стёпа. Светофор. Продолжение следует...